Август в разгаре, а это значит, в детском клубе «Лето Побед» жизнь бьет ключом. Ребята находят новых друзей, участвуют в летних забавах и, конечно, узнают новые интересные факты из истории родной страны. Встречи со знаменитостями уже стали доброй традицией клуба. На этот раз гость Музея Победы Эдгард Запашный, народный артист России и выдающийся цирковой укротитель. Он рассказал ребятам занимательные истории жизни, карьеры артиста и даже поделился детской мечтой – дрессировать белых медведей. Ты проводишь с ним всю жизнь. Если животное живет до 15-16 лет, значит, все эти годы мы с ним вместе. И сначала ты за ним ухаживаешь как за маленьким, а потом ты ухаживаешь за ним как уже за пенсионером. После встречи наш корреспондент Арина Тесленко пообщалась с Эдгардом Вальтеровичем. Оказалось, знаменитый укротитель не только прекрасно ладит с животными, но и к детям знает подход. Я уверен, что нынешнее поколение детей гораздо умнее, чем поколение детей 50-60 лет назад, потому что поток информации, который сейчас есть у современного ребенка, он гораздо больше, гораздо шире. И надо это тоже осознавать и правильно научиться общаться с детьми. В детском клубе «Лето Побед» регулярно проходит «Свеча памяти». Ребята узнают истории подвигов своих соотечественников и отдают дань памяти героям, пожертвовавшим жизнью ради светлого будущего отчизны. Летчик Алексей Михайлович на своем виде третьем заметил в высоко в небе немецкий самолет разведчик, который шел, наказался бы насягательной высоте – 9 тысяч метров, 9 километров над землей. Он разгоняется, подлетая хорошему самолету и зерном отрезаем его в воздух. «Лето Побед» развивает таланты. Тут каждый сам выбирает сферу по интересам. Для медианаправления проводится мастер-класс по операторскому искусству и работе в кадре. Телеведущим не обязательно учить огромные тексты. Для этого, расскажу по секрету, есть суфлер. Танцоры смогут зажигать в творческом направлении. В солнечную погоду отряды проходят веревочную трассу, но для того, чтобы этот маршрут был безопасен, нам нужно снаряжение и каска. Какой этап тебе показался самым интересным, самым сложным? Вот тот этап, самый первый, который желтенький. Я сначала не понимала, как его проходить, а потом мне объяснили. Это было очень классно его проходить, чтобы понимать, где ты находишься, и чтобы не потеряться. На 3D-моделировании каждый может проявить свою фантазию на максимум. Вот Егор. Егор, что у тебя за проект? Это мой снеговик, который я программировал. Я сделал этот проект в Лето Побед, и по нему зимой хочу сделать снеговик. Одиннадцатая смена проходит под главные детские песни. Концерт для юных талантов. Участники главных детских песен выступают для клуба Лето Побед. София одна из них, и она поделится своим опытом. Как давно ты начала заниматься вокалом? Я точно не знаю, наверное, 6 лет назад. Какую песню ты сейчас пела и с кем? Я пела песню о дружбе. Эту песню мы записывали с друзьями, но мне повезло ее сегодня петь одной. Лето Побед в наших сердцах! Вот вы знаете, что при Петре Первом лихих ездоков наказывали кнутами. А как выглядели светофоры 200 лет назад? Все верно. Участники клуба посетили музей госавтоинспекции. Ребята узнали уйму интересных фактов о дорожных службах и попробовали себя в роли инспекторов из прошлого. Они примерили форму стражей, правопорядкой, даже побыли настоящими регулировщиками. Это верх со стороны груди, со стороны спины двигаться было нельзя, а со стороны левого и правого бока можно. Вот такой был первый жест регулировщика. Но потом же эти жесты, другие жесты уже появились. Для тех, кто уверен, что прекрасно знает, как вести себя на дороге, в музее есть виртуальные сканборды и викторины по правилам дорожного движения. Но это еще не все. В музее ГАИ есть не только экспонаты на витринах, но и гараж, в который мечтает попасть каждый. Поехали! В автопарке музея ребята смогли почувствовать себя водителями машин дорожного контроля, старинных и современных. Здесь и винтажный мотоцикл с коляской, и желтая милицейская «Волга», и даже легендарный УАЗ времен Великой Отечественной. Мне очень понравилась, во-первых, лента для остановки автомобилей с такими шипами. И мне очень понравилось то, что можно было примерить форму, и как и новую, так и старую. И очень понравилось то, что можно было сесть в автомобиль и посмотреть, как они вообще устроены. Это было очень прикольно. Клубное самоуправление проводит дебаты, выбирает кандидатов в президенты. Агитация, борьба за избирателей, голосование, интрига. И вот президентом одиннадцатой смены стал Антон Яблоков. Можно сказать, какие мероприятия будут на этой смене? Мистер Президент, День Нептуна и Творнир по пионерному. В чем заключается суть игры «Мистер Президент»? Идут вот отряд, вожатый делает так, и кто последний вот так сделает, кому весь отряд загадывает какое-нибудь действие, желание, в общем. У меня для вас две новости – хорошая и плохая. Начну с плохой. К сожалению, одиннадцатая смена подходит к концу. Теперь хорошая. Совсем скоро стартует двенадцатая. А это значит, что нас ждут новые события, яркие впечатления. С вами была Данилова Варвара. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!